Привет всем! Сейчас на дворе лето. Это значит что? Это значит теплые вечера, яркие звезды, хорошее настроение. И так хочется чего-нибудь вкусненького. Конечно, это должен быть шашлык. Так вот, сегодня я вам открою очень-очень большой секрет самого настоящего шашлыка. Но, к сожалению, не из баранины. Хотя самый настоящий, он должен готовиться из баранины. Но баранины молодой, хорошей, только что выращенной. А где она сейчас? Она сейчас пасется на лугу и откармливается. Поэтому вот хорошее мясо баранины, оно такое вот самое классное, оно осенью. Поэтому осенью мы едим шашлык из баранины. А летом мы едим шашлык из свиной шеи. Берем мясо, срезаем с него только вот прям совсем излишний жир. Обязательно, еще раз говорю, обязательно брать только шею. Ну, иначе это будет не то, совсем не то. А вот такой вот жирок, его надо оставлять. Иначе мясо будет сухое, совсем сухое. И теперь мы наше мясо режем на куски. Вот где-то вот так вот. Ну, вот так. Сейчас покажу еще на более понятном. Не надо не мельчить, иначе все будет сухое. Ну, и крапнуть тоже сильно не надо. Вот такие вот кусочки, они прямо вот вообще в самый раз. Некрасивые места тоже можно обрезать для эстетики. Все, шейку мы нашу порезали вот на такие кусочки. Я забыла сказать, что у меня 3 килограмма. То есть, дальше смотрим и считаем по килограммам. Это очень-очень важно. Это же самый настоящий шашлык. Так вот, самый главный секрет. Это не смешивать вот все специи вместе, потом обмазывать ими наше мясо. Нет, здесь самый главный секрет. И вот я вам говорю, это реально почему-то очень сильно сказывается на мясе. Нужно каждую специю по очереди смешивать с нашим мясом. И соблюдать точно пропорции. И начинаем мы с соли. Берем 4 чайных ложки. И вмешиваем соль в наше мясо. Как только вы почувствовали, что соль растворилась с мясом, переходим к следующему. Это черный перец горошком. Еще раз повторяю, на 3 килограмма мяса нам нужно будет 25 горошин. Ни в коем случае не молотый. А вот прям вот так вот, собственно, наручно давленый. Потому что, потому что только так вот уже все пошел. Прям самый настоящий аромат. И опять смешиваем. Дальше. Также 25 горошинок кориандра. Да, смеетесь. Но на моей соседе тоже смеются, что я все мерю горошинами, когда делаю шашлык. Но при этом мой шашлык всегда улетает на ура и не остается мне потом на следующий день даже ни кусочка. Сколько бы я ни готовила. 25 горошинок точно так же. Даляем. И опять. А я опять стираю наше мясо. Мясо должно поочередно, поочередно тракитываться каждым вкусом. Дальше идет базилик. Чайную ложечку. Берем, посыпаем мясо. И опять стираем. А оно прям уже вот чувствует. Чувствую по запаху. Начинает прям вот с наслаждением себя впитывать все. Все, что я ему дарила. Базилик смешали. Теперь тимьян. Пах хорошей щепоточки. Сколько килограмм? Столько щепоточек тимьяна. Ну, у меня, соответственно, три. И опять смешиваем. Иногда нужно с такой любовью, с такой отдачей отнестись к мяску. И оно вам потом ответит тем же. Я вот полной взаимностью. Все, тимьянчик у нас уже пошел. Ах, уже пошел этот аромат. Дальше, дальше зира. Вот с ней как раз таки. Будьте аккуратны. Много ее не надо. Иначе будет не очень хорошо. Пол чайной ложечки. И опять смешиваем. Смешиваем, ребята. Смешиваем с улыбочкой. Потому что потом это будет так вкусно. А после зиры побежала очередь красной паприки. Она даст цвет хороший мяску. Вот такая вот чайная ложечка с горочкой. И опять смешиваем. Мешаем, не мешаем. Видите? Мясо уже начинает такое быть прямо аппетитненькое. Красненькое. А после этого настает очередь с лаврового листа. У меня он сегодня не крупный. Вообще, если крупный, два больших лавровых листа. А не крупных, можно четыре. Ломаю не сильно мелко. Вот это вот душистый. Прям душистый лавровый перчик. Я опять смешиваем, да? А я, кажется, сказала лавровый перчик. Ну, потому что перчик, он прям вот сейчас заиграл вообще во всю свою мощь. Лавровый рис, конечно же. Дальше. Дальше пошел лучок. Лучок. Много не надо. Не надо нам, чтобы он вот прям забил наш вкус мяса. Мы же должны чувствовать и есть все-таки мясо. Три головки нормальных. Ну, нормальных обычных головки на 3 килограмма мяса будет достаточно. Режем полукольцами. Не могу я плачу. Я все-таки плачу. Потому что лук у меня свежий, сочный. А нам нужен сочный лук. Вот мы его разобрали на отдельные его штучки. И опять смешиваем, смешиваем. И стараемся лучок так вот немножко подалить. И плачем, и плачем, и смешиваем. Пусть наша мяска радуется. Зато потом, когда мы будем это кушать, это будет реально круто. Все. Лучок. Лучок отдает. Отдает хорошо. Я даже не буду нюхать. Мне и так очень хорошо. Что мы делаем дальше? Берем и обязательно 5 столовых ложек масла. Растительного масла. Не надо нам сюда никакой ни кефир, ни майонез, ни всякую ерунду. Нам нужен натуральный вкус мяса. А маслица нам нужно, чтобы мясо просто не усыхало, пока жарится, и не присыхало. Если вы жарите на решетке. Это, кстати, нормально, что можно делать шашлык на решетке. Это очень удобно, быстро. И, в принципе, особой разницы, ну, не сильно уж прям вот так вот много. Главное, главное, качество мяса и правильный маринад. Вот маслица мы смазали. Сейчас мы возьмем, только это обязательно нужно делать после маслицы. Где-то одну треть лимона свежим и выдавливаем сок. Потому что, если вы это сделаете в какой-то момент до масла, мясо будет сухим, жестким. Потому что слишком много кислоты. А сейчас у нас мясо покрыто защитой. Маслица. Все продумано. Я не знаю. Гениальным человеком. И опять смешиваем. Смешиваем. Ну, зато сейчас я перестану плакать. Потому что, потому что все, уже пошел запах лимончика. Вытираем слезы. Вот так вот. Сопли, если у кого-то потекли. И поехали. Заключительный момент. Если есть свежий гранат, это вообще будет шикардос. Если есть свежий гранатовый сок, это будет вообще шикардос. В общем, нужно немножко добавить гранатов для тоже такого специфичности, кислиночки немножко и цвета. Это будет хорошо. Это был заключительный этап. Теперь вы узнали все секреты самого, вот самого настоящего шашлыка. Я вам точно говорю, если вы хоть раз так сделаете, вы забудете про все остальное на свете. Потому что только так готовится самый настоящий шашлык. Можно, ну, если вы хотите вот прям проверить, пока еще не пожарили и вам еще вот не хватает, можете хорошенько вдохнуть аромат, почувствовали. Может, вам перчинки не хватает или лучинки не хватает. Добавьте, ну, дозировано. Дозировано. Мне лично уже вообще всего хватает. Оставляем мы и реноваться, если мясо вот прям совсем-совсем свежато. Ну, достаточно будет часика-два. Ну, и хотите, оставьте на ночь. Я не могу такое оставить на ночь. Ну, нельзя так долго мучить мясо и свою душу. Поэтому оставлю на часик-два максимум и начну жарить. Пока огонь для шашлыка разогревается, я решила подготовить гарнир. Ну, к нашему мяску. Естественно, гарнир мы тоже будем запекать на решеточке, на тех же угольках. Ну, это классика жанра. Что я возьму? Я возьму два не сладких, а таких полуострых перчика. Смотрите. Мы их прям вот так вот целиком и будем. Просто смазываем их солькой. Больше им ничего не надо будет. Затем возьмем какой-нибудь небольшой, но свежий, свежий, вот прям только что вытащенный кабачочек. И нарежем его. Ну, вот такие шкурки совсем уже не будем. Нарежем его пластинками. Тоже посолим. И чуть-чуть поперчим. Еще возьмем помидорку. У меня она большая, поэтому попки вырежем сразу, чтобы они нам не мешали. Поэтому порежем на четыре части. Помидоры вообще готовятся очень быстро. И даже если он будет не совсем прям вот такой плашнер, это будет тоже хорошо. Тоже присаливаем его. И, конечно, куда без нашей родимой картошечки. Вот ее мы режем тоненько. Потому что готовится она дольше, чем все остальное. Порезали. Промыли от крахмалчика. И вот, чтобы она не темнела, ну, вы сами понимаете, векчик, кабачки, там, баклажанчики, если у вас есть. Ну, баклажаны, это вообще отдельная история. Это как-нибудь в следующий раз. Эти овощи, они темнить не будут. А вот картошка, она имеет такое свойство. Поэтому ее надо помыть. Посолить слегка. И чем-нибудь смазать. Обязательно чем-нибудь смазать. А смажу я следующим. Вот у меня майонез со сметаной. Я добавляю сюда горчички зерновой. И опять же немножко перчика. И вот этим вот соусом, получившимся, мы обмазываем наши картошечки. Сейчас я освобожу под них место. И они будут спокойно, преспокойно ждать своего звездного часа. Смотрите, овощи вовсю жарятся. Перчик немножко, конечно, так совсем-совсем запекся. Но это все от того, что у него очень тонкая кожа. Скоро, скоро, уже совсем скоро, все будет готово. Вот и наше мясо жарится. Смотрите, какая красота. Вот наша шашлыка готова. Посмотрите, какая красота вышла. Ну, как это можно вообще, я не знаю, не любить, не готовить и не есть мясо с прекрасными овощами на гриме. Ох! Давайте пробовать. Ну, вот смотрите. Это шейка. Сочное, нежное, натуральное, вот свежайшее мясо. Слегка, вот с различными оттенками, ароматами специй. Вы помните мой секрет. Все по горошинкам, все по порядку и все впитывается в мясо. В общем, готовьте. Вам это понравится. Что я могу еще пожелать? После того, как вы такой шашлычок приготовите, приятного вам аппетита. А всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пока. А мне надо бегом есть, пока не набежали соседи и не съели все, что я приготовила. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...